Реализация проектов международного сотрудничества в рамках федеральной целевой программы исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годах. Федеральная целевая программа исследования и разработки содержит в себе блок, посвященный международному сотрудничеству. Он состоит из трех мероприятий. Мероприятие 2.1 нацелено на проведение исследований в рамках многостороннего и двустороннего сотрудничества с зарубежными странами, кроме стран-членов Евросоюза. Мероприятие 2.2 нацелено на поддержку исследований в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами-членами Евросоюза. Нацелено на организацию участия российских организаций в крупных международных научно-исследовательских мероприятиях за территорией Российской Федерации. Рассмотрим подробнее мероприятия 2.1 и 2.2. В рамках мероприятия 2.1 и 2.2 организуются совместные скоординированные конкурсы с зарубежными странами. На данные конкурсы выделяется в среднем по 15-20 миллионов рублей на проект в год. Максимальное количество выделяемого финансирования составляет до 50 миллионов рублей в год. Но такой объем финансирования обычно предусмотрен для крупнемасштабных проектов, рассчитанных на 4 года. Обычно длительность проектов составляет от года до 4, в среднем это 2-3 года. Обязательным требованием для участия в конкурсах мероприятия 2.1 и 2.2 является наличие совместного финансирования со стороны иностранного партнера, которое должно составлять не менее 50% от общей суммы проекта. Соответственно, 100% от размера субсидий, запрашиваемый со стороны федерального бюджета. В рамках мероприятия 2.2 на данный момент открыто несколько конкурсов. Первый из них это проведение научных исследований по приоритетным направлениям с участием научно-исследовательских организаций и университетов стран-членов Европейского Союза в рамках многостороннего сотрудничества в программе «Горизонт-2020». Предельный размер субсидий по одному соглашению составляет не более 28 миллионов рублей, в том числе до 8 миллионов рублей на 2016 год, до 10 миллионов рублей на 2017 год и до 10 миллионов рублей на 2018 год. Проекты рассчитаны на 3 года, заявки на данный проект принимаются до 14 октября 2015 года включительно, и объявление победителей запланировано на 15 марта 2016 года. На сайте федеральной целевой программы существует объявление со списком приоритетных тематик, в рамках которых возможна подача заявок на данный конкурсный отбор. Министерство образования и науки провело экспертные комиссии, в рамках которых были определены те тематики рабочей программы «Горизонт-2020», которые представляют наибольший интерес для развития научно-технологического комплекса Российской Федерации, и именно по данным тематикам будут поддерживаться совместные проекты. Также необходимо обратить внимание на то, что на момент подписания соглашения о предоставлении субсидии с победителями данного конкурса. Участник конкурса должен будет предоставить копию грантового соглашения или приглашение к подписанию грантового соглашения со стороны координатора консорциума либо со стороны Европейской комиссии. Некоторые моменты, которые следует учитывать при заполнении заявки на данный конкурс. В состав заявки необходимо включить в заверенную печать участника конкурса копию письма от координатора Международного консорциума. Письмо от координатора предоставляется на бланке организации координатора консорциума и за подписью данного координатора. Письмо составляется на английском языке в свободной форме, но там необходимо указать следующие позиции. Наименование конкурса в рамках программы Горизонт 2020, на которой подается зеркальная заявка координаторам консорциума в Европейскую комиссию. Название и акроним проекта, он также должен совпадать с названием акронима проекта, который был подан в зеркальные заявки в Европейскую комиссию. Дальше подтверждение участия участника конкурса в консорциуме и дату подачи зеркальной заявки координаторам на рассмотрение в Европейскую комиссию в рамках программы Горизонт 2020. Для тех конкурсов, по которым дедлайн подачи в Европейскую комиссию еще не прошел, предоставляется планируемая дата подачи зеркальной заявки в Европейскую комиссию. Если дедлайн уже прошел, то пишется фактическая дата. Помимо этого, открыт конкурс многосторонних и двусторонних проектов на проведение исследований по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса Российской Федерации с участием научно-технологических организаций и университетов странных членов Европейского Союза. Предельный размер субсидий по одному соглашению составляет не более 13 миллионов рублей в год на проект. Проекты двухгодичные. На 2015 год можно запрашивать до 7 миллионов рублей в год. На 2016 год можно запрашивать до 6 миллионов рублей. При этом, если происходит сокращение запрашиваемого бюджета, то оно должно быть пропорциональное по годам. То есть нельзя запросить на 2015 год половину от предельной суммы, и при этом на 2016 год полную предельную сумму. Приоритетные направления исследований, в рамках которых поддерживают проекты науки о жизни, индустрии и наносистемы, рациональное природопользование, энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика, информационно-телекоммуникационные системы, транспортные и космические системы. Заявки принимаются до 4 сентября 2015 года включительно. Объявление победителей не позднее 1 октября 2015 года. Также на момент подписания соглашения о предоставлении субсидий, участник конкурса должен предоставить копию подписанного соглашения или протокола или меморандума с иностранным партнером о выполнении совместного проекта. Если совместный проект выполняется с несколькими иностранными партнерами, то все иностранные партнеры должны быть включены в данный документ. Также в рамках данного конкурса в качестве иностранных партнеров, помимо стран-членов Евросоюза, могут участвовать и организации из других стран, если их участие необходимо для выполнения данного проекта и обосновано. Обоснование приводится в пояснительные записки, техническом задании и в других соответствующих частях заявки. Также в рамках мероприятия 2.2 открыто два конкурса на выполнение исследований совместно с Европейским центром синхротронного излучения. Один конкурс на 2015 год, краткосрочный, и второй конкурс, двухгодичный, на 2016-2017 года. Конкурс на 2015 год нацелен на поддержку российских организаций для проведения исследований на базе Европейского центра синхротронного излучения под руководством ведущих ученых-координаторов из Европейского центра синхротронного излучения. Предельный размер субсидий по данному соглашению составляет не более 7,5 миллионов рублей, и все эти деньги должны быть потрачены за 2015 год. Планируется поддержать не менее 8 проектов. Заявки принимаются до 3 сентября 2015 года включительно. Также по данному конкурсу есть список приоритетных тематик, за выполнение работ по которым даются дополнительные баллы при оценке заявки. Однако не обязательно выполнять работы, заявлять работы по данным приоритетным тематикам. Приоритетные тематики и количество дополнительных баллов, начисляемых за выполнение работ по данным приоритетным тематикам, можно посмотреть в конкурсной документации, размещенной на сайте Федеральной телевой программы. Второй конкурс для проведения исследований на базе Европейского центра синхротронного излучения, двухгодичный, предельный размер субсидий составляет не более 13,25 миллионов рублей, в том числе 5,75 миллионов за 2016 год и 7,5 миллионов рублей на 2017 год. Опять-таки при сокращении запрашиваемого бюджета оно должно быть пропорционально по годам. Заявки принимаются до 14 октября 2015 года. На самом деле сейчас прием заявок будет продлен до середины декабря 2015 года. За актуальной информацией также следует обращаться к объявлению, размещенному на сайте Федеральной телевой программы. Начало проектов планируется в начале 2016 года. И на момент подписания соглашения о предоставлении субсидий, участник конкурса должен предоставить копию согласованного плана выполнения работ по данному проекту на базе ЕСРФ. И документ должен быть подписан руководителем работ по проекту с российской стороны и руководителем работ по проекту со стороны иностранного партнера. Ну или ведущим ученым-координатором, если данные работы выполняются под руководством ведущего ученого-координатора. Опять-таки существует список приоритетных тематик, за которые начисляются дополнительные баллы. Список можно посмотреть в конкурсной документации, размещенной на сайте. Однако, если работы выполняются вне рамок данных приоритетных тематик, это не является причиной для отклонения заявки от конкурсного взора. В рамках мероприятия 2.1 на данный момент открыты два конкурса. Первый конкурс нацелен на проведение исследований по приоритетным направлениям с участием научно-советских организаций или университетов стран БРИКС в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества. Соответственно, количество иностранных партнеров может варьировать от одного до нескольких. Также в проектах по данному конкурсу могут принимать участие, помимо организаций стран-членов БРИКС, организаций из других стран, если их участие обосновано и необходимо для успешного выполнения данного проекта. Участие других партнеров из других стран необходимо честно обосновать. Предельный размер субсидий по соглашению составляет не более 16 млн. рублей в год, в том числе 7 млн. на 2015 год за проект и 9 млн. рублей на 2016 год на проект. Опять-таки, при сокращении запрашиваемого федерального бюджета сокращение должно быть пропорциональное по годам. Заявки принимаются до 4 сентября 2015 года включительно. Объявление победителей планируется не позднее 1 октября 2015 года. На момент подписания соглашения о предоставлении субсидий участник конкурса должен предоставить заверенную часть участника конкурса копию подписанного соглашения протокола или меморандума с иностранным партнером о выполнении совместного проекта. Второй открытый конкурс оцелен на проведение следований по приоритетным направлениям с участием научно-исследовательских организаций и университетов США и или Канады. Пределенный размер субсидий по одному соглашению составляет не более 17 млн. рублей, в том числе 8 млн. рублей на 2015 год и 9 млн. рублей на 2016 год. Заявки принимаются до 4 сентября включительно. Объявление победителей не позднее 1 октября 2015 года. Организации может быть одна или несколько из США и или из Канады. И если необходимо, можно подключать также организации из других стран, при этом обосновывая необходимость таких организаций в данном проекте. Но, опять-таки, необходимо заключить соглашение между участником и его иностранными партнерами. Если иностранных партнеров несколько, все они вносятся в данное соглашение. Чуть подробнее о заключении соглашения, протокола или меморандума с иностранным партнером о выполнении совместного проекта. Данный документ составляется в свободной форме на языке, который доступен как для российского участника, так и для его иностранного партнера. Чаще всего это бывает английский язык. Если, допустим, вы сотрудничаете с организациями ЗСЛГ, то логично, что это будет русский язык. Но язык договора исключительно на усмотрение участвующих сторон. Документы в обязательном порядке должны включать название проекта, акроним, если есть, сроки выполнения работ, объемы выделяемого финансирования на совместный проект с каждой стороны, при этом хорошо прописать, откуда берется финансирование у иностранного партнера. Также должны быть прописаны условия взаимодействия, распределение работ между партнерами за каждый этап проекта. Просьба обратить внимание, что этапность выполнения проекта у российских исполнителей и зарубежных может отличаться, поэтому этапность выполнения работ и временные рамки выполнения работ с обеих сторон необходимо согласовывать заранее до заключения такого протокола меморандума и тем более до заключения соглашения предоставления субсидии. Так как российскому участнику еще придется отчитываться за работы, проделанную иностранным партнером, причем в сроки, предусмотренные официальными правилами Федеральной Целевой Программы. И также необходимо включить пункт о порядке распределения совместно полученной интеллектуальной собственности. В конкурсной документации обычно приводится рекомендуемая фраза о распределении прав интеллектуальной собственности, однако если исполнитель считает, что данная приведенная фраза не соответствует тому, как правильно распределять интеллектуальную собственность по данному проекту, может предложить любую свою формулировку. Главное, чтобы распределение прав интеллектуальной собственности было в обязательном порядке прописано. Такое соглашение подписывается обеими сторонами. Если в проекте участвуют несколько зарубежных партнеров, соответственно, звание всех организаций, участвующих туда, вносится, и подписывается всеми участниками, как с российской стороны, так и с зарубежной стороны. Соответственно, если там два иностранных партнера, то соглашение будет трехсторонним, если три иностранных партнера, то будет четырехсторонним и так далее. Оригинал хранится непосредственно у исполнителя, министерству его предоставлять не надо, достаточно предоставить сканированную копию. Следующие несколько слайдов подробнее объясняют механизм финансирования российских участников в программе «Горизонт-2020» и те договоренности, которые были достигнуты между Европейской комиссией и Министерством образования и науки. Можно будет почитать поподробнее. Также на сайте представительства ЕС в России, на сайте Европейской комиссии есть ссылка на то, что, на объявление о том, что Министерство образования и науки поддерживает российских участников в программе «Горизонт-2020» «Горизонт-2020» по определенным тематикам. И также представительства Европейского союза, именно в Барнауке, завели отдельные имейлы для корреспонденции по вопросам участия в программе «Горизонт-2020». Если будут какие-то специальные вопросы, можно их направлять по данным адресам. И также большая просьба перед тем, как подавать заявки, очень внимательно ознакомливаться с конкурсной документацией по вашему лоту. Конкурсная документация от лота к лоту варьируется, количество запрашиваемых документов в связи с международной спецификой также от лота к лоту варьируется, поэтому еще раз большая просьба внимательно ознакомливаться с конкурсной документацией и не допускать технических ошибок, ведущих к формальному отклонению даже очень хороших заявок от конкурсного отбора. Всем удачи!